Вот уже много лет День воинов-интернационалистов проходит по знакомому всем брещанному адресу. Улица Московская, парк воинов-интернационалистов. В память о погибших в Афганистане и в 2022-м в Бресте прошел митинг-реквием. Сегодня здесь вновь собрались, чтобы вспомнить своих родных, друзей, сослуживцев, тех, кто погиб на чужой земле Афганистана, и тех, кому посчастливилось вернуться домой. В церемонии возложения венков к памятнику участвовали представители власти, общественных организаций, милиции, МЧС, таможни, пограничные группы, дипломатического корпуса, участники войны, семьи и друзья погибших, школьники и горожане. Главный урок службы в Афганистане – это никогда не сдаваться, четко понимать ту ответственность по защите Отечества, в том числе и на дальних рубежах, и быть достойным героем Великой Отечественной войны, которые победили в войне. Вот почему в год исторической памяти мы посчитали разумным реализовать эту идею установления стеллы, потому что историческая память – это не только абстрактные какие-то моменты, это и конкретные фамилии. Поэтому вот эти все наши брещане, которые отдали жизнь, они достойны того, чтобы их имена были увековечены здесь, в центре нашего города, в парке воинов-интернационалистов. Это серьезная общественная сила, наши воины-афганцы, патриотичная, люди умудренные жизненным и армейским опытом, люди настоящие патриоты. Поэтому взаимодействие с этой организацией – это тоже задача органов власти. Я чувствую в них реальную поддержку, и этот задор, который абсолютно не угасает с годами. Через афганскую войну, следуя присяги, прошли свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров, и тысячи военнослужащих, выполняя свой армейский долг, отдали собственные жизни. Все дальше вглубь истории уходят годы афганской войны, но навсегда в памяти народной останутся эти события. Сейчас я живу уже 33 года, после выхода из Афганистана сегодня знаменательная дата – 33 года. И я очень рад, что в Бресте такая вот память о ребятах, о моих братьях, которые там погибли. Один из важнейших уроков, который я получил в Афганистане – это то, что не нужно сдаваться никогда, и что ты защищен в любой ситуации, и нет безвыходной ситуации. То есть нужно бороться до конца. И, во-вторых, есть то качество, которое нас сохраняет – это любовь. Любовь к маме, к семье, к жене, к детям. И когда ты любишь, то тогда ты опять защищен. Наверное, мне вот эта любовь помогла вышить. Вычеркнуть эти даты из истории нашей страны нельзя. В год исторической памяти знаковым событием в нашем городе является установление стелы с именем 30 погибших земляков, выполнявших свой интернациональный долг. На этой доске все наши мужья, а это жены стоят, и сыновья, два сына. Здесь мамы. Вот они увековеченные сейчас. Сейчас вот этот солдат, он имеет, каждый подходит и каждый своей фамилией называет. Он уже стал именной. У меня в 82-м году погиб. У меня уже 40 лет, 30 лет погиб. Это они с окончания войны считают, а у нас погибли в начале войны. Поэтому так много лет. Поэтому мы каждый год, это наш памятник, это наше все. Поэтому мы давно хотели, чтобы стояла стелла. Но никак все. Но вот наконец мы дождались. В этом году исполнилось. Под звуки торжественной мелодии Духового военного оркестра прошла церемония возложения к памятному знаку бенков и корзин с цветами, ветеранами-афганцами, родными погибших, чтобы вспомнить те события и почтить память своих боевых товарищей. После чего в память обо всех погибших в афганской войне была объявлена минута молчания. После официального завершения митинга горожане еще долго несли цветы к подножию скульптурной композиции. Белорусские воины-интернационалисты с честью выполнили свой солдатский долг. Память об их подвиге всегда будет жить в сердцах белорусов.